Нормы соли употребления у нас 5 грамм, то есть одна чайная ложка. Но считают соль не только видимую, но и невидимую. Что такое невидимая соль? Невидимая соль это в продуктах питания. То есть мы должны и то, и то считать. Переизбыток соли может привести к заболеванию печени и почек, а также атеросклерозу. О вреде даже привычных продуктов питания пензенцам рассказывают в рамках акции «Колейдоскоп здоровья». Сахар у вас в норме, холестерин немного повышенный. Нормы ниже 5, с пальчиком у вас 5,7. Раньше когда-нибудь был он повышенный? Нет. Не назначали вам ни таблетки, статины, ничего? Статины как таковой я пью, у меня фибрилляция предсердия. Импровизированный кабинет расположился в универсаме на проспекте строителей. Те, кто живет поблизости, сразу решили воспользоваться такой возможностью и поспешили на экспресс-обследование. Сейчас, чтобы сдать кровь на анализы, это надо пойти к врачу, взять направление, потом еще на какой-то день там вас запишут. И тем более, что вот сейчас вот такая у нас эта обстановка, и лишний раз в поликлинику ходить тоже не особо хочется. Я считаю, что это нужно. Валентина Кондракова тоже пришла за помощью. Как сама говорит, уже прошла всевозможных специалистов. От аллергологов до пульмонологов. Но пока проблема со здоровьем не решена. И никто мне даже не поставил диагноз. А что вас беспокоит? Вы знаете, у меня вот здесь в горлышке скапливается мокрота. И она за ночь накапливается. Иногда до того доходит, чтобы вот-вот прям задохнуть. Вот такая вот болезнь у меня. У меня много, у меня все болит, но это самое главное. Всем желающим специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики измеряют артериальное давление, определяют уровень глюкозы и холестерина в крови, устанавливают показатели индекса массы тела. В заключении дают рекомендации по коррекции образа жизни согласно выявленным факторам риска. И шимическая болезнь сердца и другие болезни атеросклеротического генеза. Также повышенное давление, то есть гипертоническую болезнь мы здесь можем выявить. Ну и лишний вес, проблемы с весом, то есть это избыточная масса тела ожирения, рациональное питание, низкая физическая активность. То есть мы выявляем их, рассказываем людям, как их можно скорректировать. Чтобы привести показатели в норму, обратившимся рекомендуют ту или иную диету. При необходимости направляют к профильному специалисту. В торговых центрах города такие профилактические акции продлятся до конца марта. В следующий раз выездной прием врачи проведут 29 числа. По адресу улица Ладожская, 160. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова